Меня зовут Абу Али. Абу Али. Какой-то аналог есть по-русски? Или никак? Это отец Али. А, Абу Али. Так, слушай, говорите. А я смотрю ваши ролики. Смотрю ваши ролики. Ну, интересно. Ну, можно сказать, что там проходит протекать вся ваша жизнь. В этих роликах видишь. Да, интересно наблюдать за вашей жизнью. Как вы живете. Как вы в селе Потеряевка вы там все делали. Это, конечно, все хорошо. Делаете благие дела, конечно. Обустраиваете. Помогаете людям. Ну, это как бы... Все это, конечно, замечательно. Что-то похоже есть. Что-то схожее есть с мусульманской как бы традициями жизнью. Что-то схожее есть. Похожее есть. Есть похвальные моменты. А то, что касается, конечно, вашего призыва. То, что касается вашего призыва. Ну, тут немного у нас как бы не сходство есть. Вот. звонил вам, чтобы вот напрямую с вами пообщаться немного. Если вы не против. Не против. Да. у вас... У вас... Я как могу узнать, как сказать правильный бой? У вас течение протестантское или у вас православное? Православное. Как бы... Православное. Протестанты не крестятся рукой. Протестанты не крестятся. Не крестятся нигде. Таких нету. Да, у нас там живут села, деревня Малаканы. Знаете вот такие? Конечно. Духоборы их по-другому называют. Да. Вот Малаканы, они вот у нас живут с телениями целыми в Азербайджане это имею в виду. Да. Вот они живут селениями, у них свои традиции, они все сохранили свою культуру. У вас как бы не одинаковая религия? Никак. Мы церковь, а они не церковь. А Христос придет за церковью. У них нет рукоположения. И они не крестят, все духовно понимают. Ну, ну, ну. Так. То есть по-нашему они еретики. Еретики. Еретики? Да, конечно. Они, я так, что они не поклоняются кресту. У них нету креста, правильно? Ну, и все. Дальше идти некуда. А что там плохого? Да куда хуже-то. Потому что Ветхозаветное все было образом, тенью будущих благ. И вот мы видим, Господь говорит, как змей вознесен был в пустыне, так надлежит сыну человеческому быть вознесену. Это образец, образ. А дальше 31 главе он говорит, «И жертвенник освящается семь дней, и кто прикоснется к нему, есть святыня великая, осветится». Обыкновенный жертвенник, на котором возлагали зарезанные трупы животных. И она святыня великая, и осветится всякий, кто прикоснется. А крест указывал на жертвенник. Ну, понятно, кто там жертва ягненок, он отца агнец Божий. Там на жертвенник, у нас на крест. Крест есть жертвенник, на котором Христос руки распростер. Есть ягнящая кровь освящая святыня дело великое, то что говорить о кресте, который кровью его пропитан. Это святыня величайшая. Естественно, мы и поклоняемся, честя ее. на кресте это как вам сказать, на кресте распяли это по-вашему, по-вашему, конечно, это по-христиански его распяли на кресте в исламском мире, как бы, мы все уверовали, что его не распяли, конечно, он вознесся. Через 600 лет его вознес, он сейчас находится на втором небе. На втором небе у нас называется, значит, еще один пророк вместе, они вдвоем на втором небе, да, находятся, на небесах. Он вознется своим телом и своим духом. Своим духом. Кроме него, там есть еще семь небежи, да, у нас? У вас тоже семь небежи? Нет, у нас три небеса, трое небес. Павел был восхищен до троих, небо небес, семь это у мусульман. Семь небес, а вот если еще пророки останем, у них духи находятся тоже на разных слоях неба, а вот именно, что Иисус Иса, мир ему, он вознесся именно своим телом и своим духом. Его не коснулась смерть просто вот тогда вот по нашему уверованию, по нашей книге, его не коснулась смерть. Я это считаю, вот смотрите, ваша книга, ваша книга, начали. Вот, показываю. Да. Это наша книга, Коран. Ну, содержимое я не знаю, что там содержится, а так написано, да, я вижу, что Коран. Видите, как? И еще, еще, дядя Игнатий, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот сколько, 76 книг же, да, в Гиблии? 77 книг. 77? Да. Вот скажите, пожалуйста, простой смертный человек, простой смертный человек, как этот человек может все это прочесть и запоминать и все, и вот соблюсти вот все его эти правила, то, что в этом, да, в 77 книг, как простой смертный человек может все это запоминать и следовать этому писанию. Да как? На самом деле 77 книг не способом был Всевышним Аллахом, Богом, да, вот по-вашему, по-нашему Аллах. Такого имя как Бог нету. Вот она. У нас есть 99 имен Всевышнего Аллаха, а вот там имя Бог у нас вот такое имя не проходит. Просто мне интересно, что вот у нас одна книга, у нас одна книга, Коран, и там говорится, что эта книга Коран, божественная книга, эта книга была не способна для того, чтобы утвердить те книги, которые были до Корана, которые не способны. Ну, там Тора, Библия, еще есть там Забур по-нашему называется, как она по-русски называется, я забыл их, честно. Да. Вот, это что-то подтверждение вот тех книг, которые были не способны. А вот последний устав для человечества был не послан Кара. Что вы думаете по поводу Корана, и читали ли вы его вообще? Содержимый Коран. Читали. У меня из печати вышло 38 томов книг, и один том посвящен Корану полностью. Я разбираю весь Коран по одной суре и по одному аяту, и сравниваю с Библией и пишу, что было сказано о мусульманах мусульманами в течение 1300 лет. 1300 лет? Да. Я сегодня разговаривал с мусульманами, разговаривал сегодня. Что можно сказать о той книге, которую вы не уверуете, да, в Коран в данном случае? Так я же хочу быть. в котором была неспослана пророку Мухаммаду благословение Аллаха ему и его семье и его сподвижникам, да? Вот скажите, пожалуйста, что можно подумать и сказать про ту книгу, которая якобы, якобы, да, вот, например, скажем, христиане или другие веры, они говорят, что в основном большинстве это было написано якобы пророком Мухаммадом, неримное благословение Аллах. Говорят, что было написано его руками и вот сколько ученых мировых таких религиозных, нерелигиозных, сколько пытаются найти там разногласия, хоть одной буквы разногласия, они не могут найти разногласия. Потому что, потому что Всевышний не может допустить такого разногласия в этой книге. Смотрите, в Коране спослан пророка Мухаммада, салвуа 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 салвуа, его имя проходит в Коране всего четыре раза. Всего четыре раза. А имя, например, допустим, пророка Исы, мир ему, и проходит там гораздо много. Если не соврать, где-то, по-моему, 25 раз проходит. Я вам могу назвать, какие имена, все имена, по сколько раз вспоминаются. Вы время не тратьте зря. У меня все это описано. У меня написано, сколько раз встречаются, сколько раз Ибрагим, сколько раз у нас Авраам. книги, которые, вот, например, скажем, что Исы имя проходит сколько-то. Иса и имя Марии, Святой Марии, мать Исы, проходит еще больше. А вот именно что про его любимую жену, например, Аишу или Хадичи там, или там его матери, там ни разу не проходит. А его самого имя проходит там всего четыре раза. Можете, насколько это справедливая книга, это если было бы написано руками какого-нибудь человека, да, самого, он бы восхвалял прежде всего себя и свою семью или там своих родных людях, да. А там бы, например, вот остальных пророков всех там чаще там озвучиваются там. Вы мне скажите, обождите, Абуали, вы мне зачем это рассказываете, когда я это знаю. Вы же время тратите зря. У меня все это до буквы и точнее вашего. До одной буквы. Я скажу, сколько букв. Если по одному часу Коран считать, то просчитать его можно за 14 с половиной дней, а Библия за 89 дней. По одному часу если считать в день. да, если это основки читать, да, можно где-то за сутки или там за три сутки люди там читают и завершают чтение Корана, да, это я тоже знаю, как бы, да, но я, конечно, не настолько ученый человек, да, как бы в своем, вы, как бы вы в своем там по линии, вы, конечно, много знаете, столько объехали весь мир, например, да, просто вот такую простую истину, да, вот как, например, уверование в Коран или там вот в эту религию, просто вы, как бы, не заметили, не замечая прошли. Замечаю, вы времени не тратьте, пожалуйста. Я замечаю, считал не один раз Коран, я же вас не убеждаю, не верит, вы избрали Коран, по нему и будете отвечать перед Богом. Я избрал Евангелие, я по нему буду отвечать. У нас написано так, у нас написано так, первое послание Иоанна, третья глава, прямо говорится, кто приходит, так, я вас выслушал, я вас выслушал, все, теперь слушайте вы, я вам объясняю, я верю в то, что написано в Библии, и там написано, кто приходит к вам и приносит, не приносит сего учения, не принимайте в дом, это дух Антихриста, мне не надо другого, Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих, непримерно, а точно, я цитирую, ибо нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, через которое мы имеем жизнь вечную, нет другого имени, данного человеком, которым можно было спастись, дальше, Галатам, 1 глава, так, вы перебиваете, вы перебиваете меня, я не могу говорить так, это нехорошо, я же вас не перебивал, я вас не переубеждаю, я говорю, что я верю в Библию, и цитирую Библию, и поэтому отношение мое к другой книге, какое бы ни было, согласно написано в Библии, апостол по посланию Галатам, 1 глава, 8, 9 стих говорит так, если бы мы, апостолы, или ангел с неба стал благовествовать не то, что здесь написано, да будет анафема, проклятие ему, как говорил прежде, еще раз говорю, кто будет нести другое учение, да будет проклят, это для нас апостол Павел в послании Галатам, 1 глава, 8, 9 стихи, я вам абсолютно точно говорю, и дальше, мы читаем, кто не имеет сына, не имеет и отца, не имеет и отца, дальше мы читаем, 3 глава, 36 стих Евангелия от Иоанна, верующий в сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий сына Божия не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем, и мы в этом держимся, я не вообще не опровергаю ничего, я держусь от того, что я во что верю, дальше, я разговаривал сегодня с мусульманами, не с одним, я говорю, скажите, и кто такой Ибрагим? Ну, вот это, это, говорю, Авраам, Авраам, а такое произношение другое, дальше, кто такой Сулейман? Сулейман это Соломон, я показываю, сколько раз он поминается в Библии, сколько раз в вашей книге, и смотрите, у Соломона четыре книги в Библии, притча Соломона, премудрость Соломона называется, у вас ни одной строчки нету, почему? Это вопрос, это надо отвечать, я отвечаю, почему? Потому что он это слышал, имя, а дальше он не считал Библию, кто написал Коран, он не знает, дальше я наговорю, смотрите, он говорит там, Дуайт, Давыд, это центральная книга Библии, самая популярная, мы считаем молитвы, 150 молитв, хотя бы одну, хотя бы один стих, ни одного нету, то есть он и не знал, в руках не держал, он любопытный был человек, интересный, все по-своему, ваш руководитель, но он совершенно Библию не знает, христиане верят, шесть столетий, умирают, живут во Христе, Христос является неоднократно, и вдруг все, а я по-другому буду, живи как хочешь, но это наша вера, я у вас еще не опровергаю, зачем мне опровергать, мне надо веровать и исполнять то, что мне Бог дал, а вот я сказал, для меня это истина так, приходит и не приносит учения пришедшего Христа во плоти, это дух Антихриста, а вот теперь и смотрите, они говорят, что он пришел, нет, он просто родился, он пришел, Иисус вечный, он второе лицо Троицы, Бог, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, прямо Иоанн говорит, Иоанн неправильно говорит, когда в Библии написано, к первому веку относятся, как это так, тем более сохранились оригиналы, к 136 году относятся, Библию писали примерно 40 авторов, примерно, потому что некоторые книги, по сей день не знают, параллель поминон, кто написал, и писалась она в течение, в течение 1600 лет, и вот она переведена на русский язык, русский перевод 1876 года, самый лучший за всю историю, переводили 4 духовные академии, и никакого сомнения нету в этом, кроме того, пророчеств, практически ни одного нету в других книгах, религиозных людей, у нас более 300, говорится, что дальше, как люди будут жить, что дальше, политическая система, что дальше будет, мы знаем, где мир закончится, определенно, знаем абсолютно точно, сколько последний правитель евреев будет царствовать, 3,5 года, в других книгах нигде нету, я не касаюсь вашей книги совершенно, содержание я знаю, отлично, могу сейчас засчитать вам до буковки, сколько есть, потому что я занимался этим, и вот вопроса никакого нету, Иисус умер и воскрес, самая радостная мысль, и отвергать это, надо совесть потерять, он умер, страдал, это не где-то, а это первое, Тацит говорит, первый век, Иосиф Флавий, первый век, в 70-м году еще он описывает Иудейская война, Плинии младший, это живые свидетели, и вдруг через 6 столетий, а этого ничего нету, но завтра какой-то сумасброд придет и скажет, вашу книгу никто не писал, вы сами с дури написали, что попало, ноги связали себе, и вы ее упримете? Нет, конечно, а как же нам принимать, когда о Христе пророчество, в 53-й глава, в 53-й глава, слушайте, в 53-й глава Исаия, в 53-й глава Исаия написано, пророчество, Агнец идет, он изъязвлен за грехи наши, наказание мира нашего легло на него, ранами его мы исцелились, ранами, 6 столетий, вопросов нету, и вдруг... У вас как бы не диалог получается, вот вы сейчас разговариваете, много информации передаете, да, и все не запомнишь сразу, и тем более, что это все надо переваривать, конечно, вот надо бы еще, вот есть возникают такие вопросы, вот вы мне назвали, вот из Библии, да, два стиха, там один передал, там апостол, как его там, и второй там Иоанн, да, вот передавал, вот два стиха прочли, вот складывается такое ощущение, как будто вот эти книги, вот то, что вы тестируете, да, это все написано, передается через каких-то третьих лиц, не прямо от имени самого Господа Бога, да, вот как вы говорите, а от имени третьих лиц, от Иоанна, от апостола того-то, или от того-то апостола, передаются они через третьих лиц. Вы Библию... Скажите, пожалуйста, дорогой, послушайте. Обождите, вы Библию считали? Библию считали? Вы Библию считали? Библию считали сами-то? Написано, все Писание Бога духовновенно. Писали святые, божьи человеки, будучи движимы, духом святым. Автор один у Библии, один. Ни третий лиц и ни пятый. Вы что огородите-то? Верующие никогда так не понимают. Слово Божие Бог изрек, понимаете? Бог изрек. Привели. А это дается от святого апостола, а второй еще от другого, да, апостола? Движимые духом святым, вы не слышите. Писали руки человеческие, а двигал Бог. Автор Библии, от первой до последней строчки, Бог. Всевышний, единый. Он избирал, через кого говорил. Что вы тут прибываете? К нам говорите то, чего у нас нету-то. Я почему должен слушать это? Библия вся богодухновенная. Дискусируйте, если мы разговариваем. Если вы глитите, тогда не говорим. Тогда как бы... Не ставка вообще. Просто я вот свое мнение говорю, а вы мне там говорите свои мнения, да, какие-то. Ну, я же вам говорю все, что там я думаю, как я понимаю вас. Если это святая книга божественная, да, 77 книг, это все слова должны быть от Бога, от Всевышнего. А там, если там передаются от каких-то лиц третий, это уже не слова Бога. Это уже как бы может человек в общем бесконечно добавлять, добавлять, поэтому получать 77 книг. А вот когда вот про Тору или про... Вы Тору считаете небесной книгой? А не в Библии. Тора, Тора. Это первая книга. Бытие, Исход, Левит, Числов, Торозаконие. Вот и Тора. Писал Моисей. Например, евреи, у иудеи. Вот эта книга в одном экземпляре или там у них тоже там она... В одном. Другого нету. Нету. Люди, когда начинают говорить, переписывали, они не знают, о чем говорят. Евреи переписывали и каждую строчку напишут и должен сосчитать сколько букв. И если только... Вы перебиваете на полпредложения, понимаете? Вы ничего не знаете и будете говорить. Я вам говорю то, что вы не знаете. На каждой строчке количество букв. И их проверить можно. А с которой переписывают и там столько. И если только две ошибки были сделаны, свиток весь уничтожается. Тут сравнивать нечем. Вы Иисуса Христа назвали вот недавно, вот когда мы начинали разговор, вы сказали этого человека мы чтим и уверуем в него. Да? Уверовали в него. Вы назвали его человеком. Да, он сын человеческий. По большинству Бог. Он Бога-человек. Мусульмане этого вообще не понимают. Им не открыл Бог. Они его не знают. А как же он знает или не знает? Как человек, он говорит, не знает. А как Бог, он знает. Он Бога-человек. Он воплотился. Бога-человек. Вы меня спрашиваете. Это что-то норвыновый в моем... Ну, не вмещается. Скажи, у меня не вмещается. Я вас не оспариваю. Скажите, я вас не оспариваю. Вы ко мне пришли и меня оспариваете. Это неприлично даже. Я не оспариваю. Я с вами разговариваю. Нет, вы оспариваете. Прямо оспариваете. С третьих лиц. Третьих лиц никаких нет. Рука двигалась, а Дух Святой двигал. Движимое Духом Святым. Господь сказал, я иду на небо и пошлю третье лицо Троицы. Духа Святого. И Он вам все напомнит, вложит, и вы изречете. Вот как дело-то обстоит. Ну, что мы, как малые дети-то? Я вашу книгу не переинащиваю. Ник сколько? Нет, я... А вы нашу книгу каждое слово переворачиваете. Не надо. Нехорошо. Оболны. Я хочу из нашего разговора просто для себя сделать выводы, да, какие-то. Выводы делать. Во что вы уверете, во что мы уверены, это одно и то же или другое? Другое, абсолютно. Аллах – это не наш Бог. Аллах – это не наш Бог. Аллах – это не наш Бог. Он совершенно по-другому, другие свойства. А я вас не опровергаю. Вы меня спросили, я отвечаю. Это разное. По нашему... По нашему... По нашему... По нашему... По нашему... Да, вот если мы верим в Бога человека, а мы уверуем в настоящего Бога, бессмертного, который всегда живой, все слышишь, все видишь. Это все вы знаете, наверное. И такое есть. Да. Так, это нам все известно. Не надо тратить время. У нас есть святое слово. Господь говорит, два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. Высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать влаги. Ну, это, конечно... Я не говорю, что полностью Библия переписана. Библия – это божественная книга. Разговора нет в этом. Если мы не уверовали бы в Библию, в Библию, ну, я не знаю, оригинальную, какую, Бог не спасал которого, мы бы не были бы мусульманами. Мы бы выбыли бы из Ислама, вот стали бы неверными, если мы бы не уверовали. Так же в Тору, так же в эти все четыре небесные книги. И вот поэтому, ну, я просто вот с вами, когда разговариваю, просто хочу выяснить в то, что вот этот Бог, который вы говорили, что наш Бог, это совершенно не ваш Бог. Не наш, не наш, не наш. Не сходится, не сходится, совершенно не сходится. У нас троица святая. Бог-отец, Бог-сын, Бог-дус, Святой Си, три суть едино, не три Бога. А вот тогда, что вы думаете про Святую Марию, Богоматерь? А зачем мне думать? Я православный христианин, мне готовые уже дали. Господь пять тысяч пятьсот восемь лет готовил ее. Он, он, вот она, да, вот Святая Мария, она же мать Иисуса Христа, а вы говорите, он сын Бога, а она мать, получается, да? Да понимаете, сейчас все, вопрос, это не идти. У вас записано такое, что Мария, мать Иисуса Христа, это родная сестра, сестры Моисея, а между ними шестьсот лет. Ну как писать-то? Совершенно невежественно писал человек. Шестьсот лет разница. Там же шестьсот лет умерла, он говорит, родная сестра. Что тут придумывают-то? Извельский народ разбит на двенадцать колен. То Ливийное колено, а это Иудино колено. Из Иудино колено Христос. А Антихрист придет из данного колена. Вы научите меня, пожалуйста. Я просто вот спрашиваю про Святую Марию. У вас конкретный вопрос задаю. Я отвечаю вам. Я отвечаю на это. Она родила его и осталась девой. Присно Дева Мария. Об этом было сказано. Есть врата, через которые Господь зайдет, отворит и затворит, и никто больше ими не войдет. И понимает, это речь идет о девственном рождении. Господь говорит, я покажу вам слово. 7.14. Книга про Исаия за семьсот пятьдесят лет уже было сказано, что она Дева. Все Девы в очреве приимет и родит сына и нарекут им имя Эммануил, что значит с нами Бог. Это Исаия сказал еще за семьсот пятьдесят лет до Рождества. Это все по боку надо. Не надо. Но оно же написано так, кто по-другому будет горю говорить, Анапиума. Считай ему Соломона. Тридцатая глава, пятая сих притча. Не прибавляй к словам его. Слово Бога чисто. Не прибавляй. Чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Иисус Христос говорит, ни одна черта, ни одна йота не исчезнет. Небеса исчезнут, но не исчезнет. А вы полностью все разбросали. Как я могу слушать это? Богохульство. Нет, вы зря вот так говорите. Я говорю так, как написано. Вы неправильно знаете сейчас поступки. Это не мудро. Это не мудро, дядя. Но как, когда написано так? Правильно. Дева в очреве родит сына, нарекует имя Эммануил. Что значит с нами Бог. Это пророк Исаия сказал. Евреи это знают. А мы не знаем. Зачем нам слово Божие искажать? Не прибавляй, не убавляй. И Господь говорит, кто прибавит, наложу язвы. Кто отнимет, лишу жизни вечной. Вот чем заканчивается Библия. 22 глава. Да. Да. Много-много у вас вот этой информации. Информации. От третьих, конечно, лиц. Я так и вот начну понимать. Просто вы вот говорите, что вот единственная книга, которая Библия, а остальные книги, они как бы... Я так понимаю. Даже книжком, да, если возьмем... Так написано. Я говорю, я по своей книге решаю это. Я не трогаю вас. Я говорю, по моей Библии написано. Они как бы, они аннулируются автоматически. Поэтому... Библия говорит об этом. Они... Они друг... Следом друг к другу они как бы были неспосланы. И чтобы вот человечество вот к этому всему истине приходило постепенно. Ну, давайте, давайте так. Абу Али. Абу Али. Подождите. Скажите. Если вы говорите Евангелие Божественное, Христос говорит, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Если одна жена есть, повенчали, до ее смерти нельзя. У вас четыре можно. У нас это считается лютый разврат. Его в церковь не запустят поганцы. А у вас это нормально. Мы разные совершенно. То, что у нас считается просто отвратительным, мерзким, а вы считаете святым. С другой призмы, да, из своей призмы. Я раз... Не надо призму. Призму не надо. По большому. Ну, смотрите. Вот в мире происходят войны. Сейчас в Чечне спрашивают, почему разрешается многоженство. Еще Путин смотрит. А Рамзан Ахматович Кадыров говорит, Путин, еще тут лезьте-то. Вот глава администрации у меня, у него не одна жена, не одна, у другого показывает такое. У нас, если две жены, ты никто, поганец, тебя в храм не пустят. Ты блудник из блудников. У нас другая планка поднятая. У нас написано... У вас, если человек разводится с женой, тогда ему второй раз жениться не разрешают? Не разрешают, пока это живая жена. Написано, если при живом муж выйдет замуж, называется прелюбодейцей. А у вас так, она развелась, вернуться к мужу может, если побудет, с чьей-то женой хотя бы одну ночь. У нас называется развратница за это. А у вас нормально. Мы разные-разные. Если он не разводится, если прелюбодейка, если она изменяет, человек разводится с ней, что ему до конца жизни оставаться... Ну вот пошло. Мы так не рассуждаем. У нас закон. А вы начинаете... Ну, чтобы блуда не было, разрешаем четыре. Я говорю, если воровать нельзя, вы скажете, ну пускай ворует, лишь бы только это законно было. Это антихрист пришел. Это написано у братьев Карамазовых. Разрешили грех. Женит бы, вы не путайте. Вот смотрите, если человек, молодой человек, рассветный, если он развелся с женой, тогда ему самую вторую жену брать, пока та жена не умрет. Это как бы получается у вас блудом. Сейчас написали, знаете, мусульманин один, мусульманин, женился 200 раз, но ни разу не нарушил закон. По четыре. Одну выбрасывает, другую. Двухсотый раз женится. Одну жену выбрасывает, потому что четыре ни разу не нарушил. Ну мы что говорим-то? У вас какая вера-то? Вот там разврат один. Причем тут... Что это такое? Причем тут вот это, женит, боясь и человек, человек, не каждый же человек женится четыре раза или два раза. Но это разрешено. У нас ни разу, за две тысячи лет ни разу. У вас разрешено, это законно. Ну что прятаться от этого? 95% мусульман женаты на одной. Не важно, может совсем не жениться. Но написано, может. Он может, ему разрешено. Ну если разрешено, какая же, какая же эта книга-то? У нас это бессовщиной считается. У вас это считается бессовщиной? Конечно. Это разврат. Разврат. Это же приказ Бога, это же божественная книга. Не надо. У нас Библия написана, Библия написана. Если при живом муже она выйдет за другого, она называется прелюбодейцей. Если муж умрет, умрет, свободно выйти за кого хочет. Седьмая глава. Первое послание Коринфянам. Если они в разводе, вот почему вы мне не отвечаете? Вы говорите, говорите, но не отвечаете. Я ответил вам. Если она в разводе с мужем, то она должна, пока муж не умрет от старости или от болезни, она должна терпеть себе до дома. Не надо придумать болеть и прочее. Менструация закончилась. Мы с кувшиной наговорили. Написано, при живом муже, если выйдет, называется прелюбодейцей. Если муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Я цитирую Библию. Вы сказали, Библия от Бога, а сами все напротив говорите. Зачем же обманывать-то? Я вас просто слушаю внимательно. И вот вы говорите, вы злитесь, почему-то я не знаю. Нет, я не злюсь. Я говорю, что это написано в Библии. Вы против Библии идете. Я ваш Каран-то не трогаю. Женитесь хоть 40 раз. Но у нас это считается разврат. Я же против. Я хочу, я вам задаю просто обычный, простой вопрос. Нет, не простой. Вы опровергаете библейское. Просто так. Не надо. Я не опровергаю. Я вам задаю вопрос. Я вам ответил. Вы не верите. Опять повторяете. То же самое. У нас, говорю, называется это разврат. Если при живом мужа, она выйдет замуж. Я вам другой вопрос задаю. Вы мне другой отвечаете. Я вас спрашиваю просто вопрос. Ну, какой? Давайте, чтобы вы не повторяли. Говорите, какой вопрос? Вопрос задайте снова. Если жена развелась с мужем, если жена разводится с мужем, то я так правильно понимаю, пока муж, прежний муж, пока живой, она не может выйти замуж. Так написано. 7.36. Я называю. Вы ни разу не назвали, где написано. Я вам цитирую. Первое послание к Коринфянам. Ну, что он говорит? Если это Библия написана, тогда мне Библию не надо. Нужно вас слушать. Ну, что вы? Умей или нет? Я уже пять раз повторил. Вы опять на то же гнете под многоженство. Многоженство у нас считается преступлением. Я сейчас про многоженство вообще не говорю. Но разрешено. Не надо. Уже разрешение дали. Наши зрители будут смотреть, если вы выложите это. Наши зрители будут смотреть. Я же не опривержение. Ничего не приношу. Я вам просто обычный, простой вопрос задаю, на который жду, чтобы вы хотя бы пятый раз мне что-нибудь ответили внятно. Вы пока мне еще ничего не ответили. Вот видите, вы все искажаете. Я вам отвечаю. Вы не верите в это. Вы все, которые разговаривают с мусульманами, он упертый, а сам ничего не считал. И вот что это? Если изменишь веру в христианство, отрежем голову. Они же знают, как это грозит. Если я от вас слушаю, может, я уверую. Вот почему вы мне не доносите, истину, чтобы я уверовал. Ничего вы не примете. Сначала покаяние надо принести, что верили лжи. Потому что по-нашему, что вы говорите, под анафему попадаете. По нашей книге. Я вашу книгу не задеваю. Я говорю о том, что у нас сказано. Я же вам изначально сказал, если бы мы не уверовали в Библию или в Иисуса, мы бы мусульмане не были. Понимаете? Я же вам сразу это... А вы знаете, почему стали мусульмане? Потому что монахи сидели, не проповедовали. Два миллиарда мусульман потеряли. Это монахи виноваты. Вот вы сейчас перешли на монахов, на каких-то еще, да? Я просто, вот, я не знаю. Вот вы, если вы не готовы разговаривать просто тихо-спокойно, да? Тогда я не знаю. Да не надо, не надо. Не надо. Не надо. Я с вами вежливо разговариваю. Я ваши ролики смотрю. Ну, хорошо, смотрите, пожалуйста. Поэтому я же не просто так вот начал с вами разговаривать. Я хочу для себя выяснить. Вы, я вам задал вопрос. Почему, говоря о Сулеймане, ни одного слова не написали, что Соломон написал? То есть он в руках не держал это? Ну, что тут непонятно? Псалтырь поминает, но ни одного предложения нет. Понимаете? Причем тут что-то писал Соломон? Нам не надо. Вот наш пророк, он сам как бы был неграмотным, писать не умел. Ну, зато вот такую книгу не спослана ему, да? Вот в которой вы пытаетесь какие-то там ошибки найти. Но это, с вашей стороны, конечно же, это неправильно. Вот сейчас вы делаете. Ну, неправильно, неправильно. Но я говорю правду. То есть, если бы он считал, он не мог бы это не написать. Вы оскорбляете сейчас веру других, пытаетесь. Вы опять, видите, оскорбляете. Я ходжу на Средину, считаю, я не выбрасываю ничего. Зачем я буду выбрасывать? Ходжу на Средину. Причем тут ходжу на Средину, или кто-то другой? Вы против идете, что у вас написано не так? Против Библии не оскорбляете. А я говорю, в Библии написано, я оскорбляю. Видишь, у вас подход какой? Против Божий, что я, чтобы оскорблял Библию. Я же вам сказал, если я оскорблю Библию, тогда я не буду человеком. Вы почему вот так все хотите перевернуть в каком-то другом свете? Так, вы пришли поучиться, спросить что-то или поругаться? Вы с какой целью зашли ко мне? Скажите, Абу Али. С какой целью зашли ко мне? Игнат Тихонович. Сделать меня мусульманином? Мусульманином сделать? Скажите, пожалуйста, с какой целью вы зашли ко мне? Цель какая была? Я вам ответил, вы не внимаете. Разве это два вопроса? Прямо, определенно говорится, ангел с неба, апостолы, говорят, придут. Это Бог говорит. Ему анафия, если будет говорить не так. Это, я считаю, свою книгу, не вашу. Это тоже мы уверуем. Я просто про жениху, про многожелство, то, что вы мне начали сразу, в этом деле вы хотели меня. И я просто для себя, у вас в роликах других я слышал про это, что, да, вот женщина при живом муже не имеет права выходить замуж. Даже они в разводе. Вот я так понимаю? Или неправильно понимаю? Все-таки может. Я ответил около десяти раз, но в вас не вмещается, потому что другое там, там другой запечатал все. Надо Бога просить, чтобы Господь распечатал лучше. Господь говорит, кому не закрою, никто не откроет. Я считаю, что при живом муже выйдет, при любодейце, а при любодейце, в Сарстве Небесном не будут. Что не ясно? Я четко ясно цитирую, цитирую. И вы опять от ножа тоже, я пять раз повторил, шесть раз, вы не слышите. Нельзя так. А вы можете своими словами, можете своими словами. Не надо, не надо, лукавый человек, не надо. Лучше божественная мудрость, чем самобытная глупость. Понятно, понятно. Я 57 лет, Аболи, я 57 лет, я говорю, я 57 лет, вы слышите, 57 лет сижу у ног Христа, учусь. Я не нос считаю и учусь. Я не посчитал себя в убытке, что прочитал Коран несколько раз и написал суры, аяты все, сравнение с Библией. Я могу сейчас и желать, я выдам данные, сколько чего и сколько раз имя это поминается. Слава Богу, мы христиан считаем вот в этой вере, в которой вы сейчас говорите, православной христианской вере, мы эту веру ни в коем случае не начинаем там, не говорим про него ни плохого, ничего не говорим, никогда не говорили, не позволяем себе это говорить, потому что если будешь чужую веру, если будешь как бы ругать или что-то, и жди ответа такого же. Поэтому мы никогда себе не позволяем. Я просто хотел задавать вам два вопроса, я так посмотрел, у нас этот диалог как бы не состоялся, я бы исчерпывающий вот этого ответа про жениться или там про замужество, конечно, вы цитируете Библию, а вот простым языком таким человеческим вот как бы тебя бы это объяснили, такого объяснения вы мне не даете, я просто так считаю, если женщина развилась, если муж пока живой, она не может выходить замуж, тогда этот человек, будь она женщиной или будет он мужчиной, они становятся легкой добычей для дьявола, они могут их везде подстерегать, подстерегать, и всяким грехам их могут вот этот дьявол или сатана могут их просто вовлечь в другие вот прелюбодейства, скажем. люди же они не все такие стильные духом, скажем, но тогда вы представляете, что будет твориться в судной дне с этими людьми, которые уж нельзя уходить замуж или жениться второй раз, если он даже развелся с ней, скажем, что он в разводе, а ему нельзя жениться, пока же она живая, просто я стану легкой добычей для дьявола. Вот сейчас он меня вовлечет в мир так, подождите, подождите маленько, подождите, а более, послушайте, что вы говорите, это все описано великом инквизитору Достоевского, сатана говорит, антихрист, мы разрешим грех и спасем всех, и за смертью обрящают лишь смерть, а ты со своими гордыми нельзя, то другое, это все уже описано, тут нового ничего нету, сатана, он все шаблонно действует, чтобы не случилось чего, не судить за воровство, а я разрешаю, сейчас правительство разрешили, 20 тысяч рублей не считается за воровство, к примеру, это разве годится так? Да, конечно, немного для этого, я думаю, что для изучения Библии надо очень больше времени, чем, например, остальные давайте послушайте, пожалуйста, послушайте, я вам скажу сейчас, вот какие я нашел в Коране слово Аллах, сколько раз встречается? Сколько раз? Да, Аллах, сколько раз в Коране встречается? Возьмите ручку, запишите, 2799 раз? 2799 Слово Евангелие, Евангелие встречается... Так, послушайте, дальше, я считаю вам данные, слушайте, не перебивайте, Евангелие встречается в Коране 12 раз, записывайте, этих данных нигде нету, это мои исследования, Евангелие 12 раз, слово Господь, Господь, 954 раза, 954, записали? Так, так, Господь, 954, Бог, это интересные факты сейчас, слушайте внимательно, Бог, слово Бог встречается в Коране 42 раза, вот это вы имеете ввиду Аллах, да? Нет, не Аллах, Бог, А Аллах встречается 2799 раз, а слово Бог, Бог, прямо Бог, 42 раза, 2799, правильно? Аллах 2799, и потом? Дальше, Евангелие 12 раз, слово Евангелие, инжил, Господь, Господь, 954 раза, сейчас, сейчас, одну секунду, не так быстро, и не через сколько раз? 954, это Господь, 954, да, слово Бог 42, 42, 42, слово Бог, 42, слово книга, слушайте внимательно, это в Коране, слово книга встречается 115 раз, книга, Книга, 115, слово христиане, христиане, 15 раз, да, христиане, христианин, 15 раз, 15, а в скобках поставьте, а в Библии слово христианин встречается всего три раза, три раза, вот видите, Коран настолько, Коран на самом деле, ну слушайте дальше, 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 многобожники, многобожники, 43 раза, многобожники, 43 раза, 43, многобожники, да, многобожники, я так не могу быстро, 43 раза, да, сотоварищи, сотоварищи, 91 раз, это, это, имеется ввиду, предавать сотоварища, да, сотоварищи, так написано. Как написано, так я передаю. Я ничего не добавляю. Я прямо оттуда скопировал. Я на калькуляторе все считал. Сотоварищи 91 раз. 91. Слово Коран в Коране встречается 68 раз. Коран. Коран. А теперь напишите для сравнения. В Коране Има, Ибрагим, Авраам встречается 70 раз. Авраам. Да. Ибрахим. А у нас Авраам. У вас встречается в Коране 70 раз. Да. А в Новом Завете у нас 71 раз. А в Ветхом Завете 168 раз. А вот скажите, пожалуйста. Сейчас подождите. Давайте закончим. Сейчас статистику. Статистику запишем. В Ветхом Завете 168 раз. В Ветхом Завете. Да. 161. Дальше. Иса. Иса. В Коране 107 раз. 107 раз. Иса. Иса. А Исус в Новом Завете 983. Иса. Так сколько раз Иса? 107. 107. А Иисус в Новом Завете Иисус. Иисус в Новом Завете слово Иисус 983 раза. А Новый Завет больше Корана в 1,16 раза. По объему. Дальше. Исхак 17 раз встречается в Коране. Так. Исхак Исхак это по Ну в Коране 17 раз. Исхак 17 раз. Запишите. А в Библии Исаак 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 А в Библии Исаак встречается 135 с неканоническими книгами. Дальше. Слово Якуб в Коране 16 раз Якуб Яков В Коране Якуб А в Исхак ну так быстро они их диктуют Ну ладно, ладно. В Библии Исх встречается 135 раз. Нет, в Коране. В Коране Исх 17 раз. Дальше. Дальше. Якуб Яков Якуб в Коране 16 раз. 16. А в Библии 433 раза. Записали? Потому что есть и 37 книг. Дальше. Муса Муса В Коране Муса встречается Муса 136 раз. Ого, 136 раз. Да. А Моисей в Библии 825. Ну что интересно. 37 книг. 825. Дальше. Марья Марья 34 раза в Коране. Марья 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 34. И Марья в Новом Завете в Новом Завете тоже 34. 34, да? Да, 34 и в Коране и в Новом Завете. Одинаково. И еще Исраил Исраил в Коране 43 раза. Так, Исраил это кто будет? Израиль, Израиль который 43 раза в Коране 43. У нас сыны Исраиля называется сыны Исраиля. Исраил 43 раза. А Израиль в Библии 2567. Исраил. Да. Исраил 43 раза а в Библии 2567. Вот 3 раза. А вот теперь слушайте какой вывод. Вот эти цифры я даю не просто для интереса. Дело в том что автор Корана не перебивайте автор Корана столько раз мог обратиться к первоисточнику чтобы точно да букву передать переписать в Коране все что он брал из Библии об Аврааме Исааке Якове Израиле Моисея Марии Иисусе Давиде Соломоне. Посмотрите сколько раз эти имена встречаются в Библии и в совокупности сколько раз в Библии 5216 раз. То есть автор Корана имел возможность 5216 раз обратиться к первоисточнику чтобы труд его был неукоризненным и чтобы потом не обвинять подлинник что он где не верен. нужно нужно еще сравнить Нуха с Ноем и описание потопа в Коране 45 раз. Слово. Ладно Я вас услышал понял Вот скажите пожалуйста есть ли одна книга а вот Библия Старый Новый Завет Евангелие 77 книг целых Конечно если соотношением так брать что в одной книге это все сколько раз поместили или там в 77 книгах конечно это если соотношение взять это так и должно быть Так вам слышно? Я слышно в легкости учения просто в легкости одно дело учить одну книгу да вот зазубрить и жить по нему а другое дело 77 книг целых это же жизни человеческой не хватит что это все измечает тем более человек есть и труженик работает там где-то что-то вот поэтому это должен человек просто ученый всю жизнь посвятить этому да и все это зубрить читать жить по нему вот каждый вот этот стих каждый это так вы против чего бунтуете это бунтуете против чего у нас толкование Библии 300 томов 300 томов 300 300 300 томов толкования Библии а вы вот уже заплакали вот долго много я Библию два раза насчитывал полностью в интернет только давал полностью от корки до корки Библию насчитать не просто а с выражением у вас у вас у вас у вас давно надо было блик цветых тогда это зачистить и вместе с этим с архипелагом ГУЛАГ я насчитал ее насчитал Библию за 30 дней за 30 дней за 30 вместе с архипелагом ГУЛАГ не читать а начитать чтобы слушать можно было медленно раздельно ну тогда у вас очень много времени очень много времени у вас тогда получается что для религии да для внешней жизни тогда у вас вообще времени не остается вы заботитесь обо мне а я работал на стройке на трех работах и всегда выработка была 280 300 процентов я был неутомимый в работе молодцы вот в этом я вас если честно это просто напросто это аналогов нету вы послушайте обоали слушай внимательно я когда услышал в 23 года мне было что надо одну десятую отдавать со 100 рублей десятку на дело Божье священнику я внутренно как юноша 23 года я решил буду давать 9 десятин то есть 100 заработаю 90 рублей на дело Божие и так прожил всю жизнь вот знаете мне что нравится в вашей общине нравится что мужчины носят бороды а женщина одевается да да у нас женщины как мусульманки одеты как хиджаб на них и когда у нас тут работают мусульмане они видят и говорят это наши сестры мы говорим да православные нет наши сестры нас за мусульман все принимают не трудно добиваться вот таких это очень трудно это очень трудно самое главное что попы мешают здесь они деньги деньги скажите пожалуйста а вот бывают люди такие что которые например женщина одела например вот это одеяние да хиджаб а потом она забунтовала и сбросила с тебя скинула и больше не одевает ушла там не стоит ну у нас у нас этого не было ни одного случая потому что у нас очень строгая дисциплина она обязана делать она подала вот в церкви когда готовят человека то у них так пять минут с миры придет человек пять минут и уже все ладошкой по голове у меня было в университетах учил от трех до пяти лет готовим человека он пишет заявление у него два поручителя они идут домой узнают ее они как бы полюбовно самостоятельно они самостоятельно пишут заявление им даем два человека которые помогают ей духовно расти а потом будет еще совещание церковно-приходской совет десять человек как она на вопросы ответит бывает отложили на год да еще на год да вот это я видел и в ваших роликах то что ваше совещание конечно интересно там люди там друг другу и помогают это в наше время в наше время да вот это такие явления очень редко что вот люди вот так сплоченно друг другу помогают вот это конечно похвальная черта это очень хорошо я говорю вот как мужчины с бородами или там женщины вот в такой одеянии да это очень хорошо это очень вот как вы этого добиваетесь все остается вот все в этом как бы остаются это очень хорошо а вот только вот остальные моменты то что да все о чем мы с вами говорили вот конечно бы хорошо было бы без всяких этих там эмоций да друг другу вот это все объяснить отмечать конечно это если в книге так пишите вы цитируете из книги вот человек может просто-напросто вот это цитирование да из книги да вот например не понять а вот когда человеку простым языком объяснять начинаешь до него доходит быстро информация как бы человек успевает как-то переварить знаете я пришел в больницу меня позвали и только я вышел первый раз из палаты подходит человек профессор краевая больница я вас много слышал я хотел вам задать вопрос а я ему отвечаю он отвечает вот как вы и он говорит ну вы своими-то словами можете сказать что вы тут как цитатник Маузыдуна цитаты я говорю а я вас узнал уже а он оказался мусульманин татарин я говорю я вас узнал а почему я говорю вы в раю еще были вы хотите меня за ограду церковности выкинуть и там задавить я никуда не пойду я буду отвечать как должно я за это выстрадал за каждую букву мы люди не русские вот когда вы так быстро начинаете говорить цитировать мы можем не полностью улавить это же как-никак нам немножко сложно это все улавливать то что вы говорите 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 а вот когда вы медленно вот с таким этим вот когда начнете объяснять например своими словами как этот человек врач вам сказал вот тогда можно будет все это осознавать понимать что вы хотели этим сказать вот надо вот как-то переходить в такую вот фразу а вот смотрите я обоали вот сатана подошел ко Христу Христос Бог он автор Библии один но когда сатане три искушения давай на Христос камни сделай хлебами а Христос отвечает не хлебом единым будет жив человек но всяким словом исходящим из уст Божьих отвечает фразами цитатами из Ветхого Завета Сатана второй раз возводит поклонись он говорит Господу Богу твоему поклоняйся одному служи то есть Христос цитирует на каждый выпад цитирует Писание я понял что Сатана знает силы их а Христос то сам Бог он будет сказать по своему мог нет он берет то что было что Сатане известно и говорит вот так на три выпада три места Писания так написано и все замолкло не надо по-своему по-своему когда нужно разъяснить слово такое слово Игнатий Михайлович вот Астагфрулла это когда человек не согласен или что-то слышит наподобие вот как вы говорили сотоварищ сколько раз сейчас прочту в Коране это слово сотоварищ 91 раз да это вот в Коране это 91 раз сотоварищ это скорее всего когда Бог говорит Аллах говорит что не предавайте мне сотоварищей тогда может быть вы будете прощены самый большой грех в Исламе в Коране это когда предают предают ему сотоварищ это щит называется верить в Троицу это самое большое преступление по-мусульмански это то кто может это самый большой грех дальше больше чем вот например это ересь ереси ересь ереси Арий был первого века это все еретики бьют в это дело что не Троица Сатана бьется здесь Бог единый во святой Троица Отца и Сына и Святого Духа ныне и пресно и во веки веков аминь я вот мусульман спрашиваю что самое ценное они не могут сказать куда-то круто я говорю самое ценное в мусульманстве это 5 намазов а у нас говорю 7 до утренней вечерней еще нет это немножко немножко не так вот в исламе самое первое самое главное вот я вам скажу если мусульмане не смогут отвечать вы ему так и скажите в исламе самое главное это принести шагаду это шагаду и не то что когда люди когда дураки какие-то идут тебя где-то взрывают или там где-то идут вот есть такие люди которые по незнанию религии или корана они идут на такие действия а эти люди такие неправильно понимающие религии вот самое правильное в исламе это когда человек сначала приносит шагаду это это значение такое нету бога нету бога достойного поклонения достойного поклонения кроме Аллаха нету бога достойного поклонения кроме Аллаха и вот человек должен вступить вот эти фразы эти произносят человек вступает в правильную религию да вот по нашему да вот это слово самое главное а потом уже идет так все все на разговор закончил что еще есть у вас нам нужно уже заканчивать все больше ничего мы говорим уже один час и пять минут да все я вам желаю всего хорошего я вам желаю всего хорошего да чтобы вы на самом деле вот вот переходите на такую фазу вот чтобы вот своими словами вот пытались объяснять я могу сказать только такое на эти слова могу сказать отойди от меня сатана ты мне соблазн это это что-то сказано было наверное в мой адрес конечно в ваш адрес зря зря нет никак как слово Божие чтобы выпустить из уст он говорит день и ночь на не отходит книга от уст твоих Иисуса Новина 1 глава 8 стих дабы в точности исполнить все написанное небо и земля исчезнут но ни одна йота не исчезнет из писания например тянули тому кто вас без всяких этих поймет например русский человек религиозный вы сказали он понял вот рядом люди которые находятся вот они поймут вас а люди которые например другой национальности или из другой религии вот эти слова в буквальном смысле они не могут понять поэтому они хотят от вас что вы цитировали а вы откуда знаете как хотят откуда знаете меня вот привезли в камеру я 75 человек я начинаю вечером узнали три не курят я даю новый завет они считают это уголовники все уголовники в тюрьме в камере я первую ночь там и уже охранники у дверей стоят и ночью за мной сзади становятся на молитву мусульмане мусульмане повторяю мусульмане парнишке там семь лет грозит он с ножом там поросенка добывали себе а потом можно я вашему богу буду молиться его выпустили в тюрьме то он пошел такая молва будто я тюрьму открыл и выпускаю я у меня опыт что люди уголовники не то что там какие-то богословы им нужно живое слово а потом разъяснить сначала прочитай чтобы дух святой запечатлел сердце разум написано у нас так слово божие живо и действенно до разделения души и духа составов и мозгов а я его оставлю я кто тогда буду голыми руками меня брать можно понятно ну ну это все конечно вы знаете вы знаете все конечно знаете наизусть выучили все это ну я думаю что на сегодня вопросов у меня больше не осталось не осталось ну хотелось бы конечно более подробно получить ответы на свои вопросы вы своими словами не хотите говорить никак никогда вот не получается вот у нас есть коран и можно его трактовать как бы ученые трактуют его во свете библии я должен проверять если не по библии это анафема я сказал галатам 1 8 глава 9 стих если будут говорить не так даже ангелы придут стоять будут и не так как написано анафема даже апостолы все 12 придут не говоря уж кто-то другой там анафема у нас так написано я свою книгу беру и проповедую по ней да очень строгая религия очень строгая религия у вас да согласен на самом деле у нас написано так у нас написано так або али слушайте слушайте вот вы говорите а они неправильно понимают вы говорите об игиле они вас убьют за это голову отрежут вы их не знаете просто да дальше мы считаем мы считаем из священного писания как надо обноверовать всем умом всем сердцем всей душой всей крепостью возлюби господа бога твоего и вторая заповедь ближнего возлюби как самого себя у нас заповедь возлюби врага твоего у вас помине этого нету а как а как горько враг не сдается его уничтожаем у нас написано ненавидящий брата ненавидящий брата ненавидящий брата есть человек убийца я вот лежу под одеялом и думаю плохо что бы ему повылазило я у меня с рук уже кровь капает у вас этого в помине даже нету у нас пресекается грех в самом зачатке в мысли на женщину посмотрел я не брал ее и уже прелюбодействовал в сердце своем с вожделением посмотрел да 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 у нас тоже такое есть нет у вас нету у вас 4 жены смотреть с вожделением вот человек у нас если православный имеет 4 жены его в храм не запустят поганцы вот это один раз посмотрел это от бога если ты повернулся второй раз посмотрел это уже от сатаны а вы зайдите вот сейчас рулетка называется половина мужиков голые процентов 85 мусульмане и я говорю вы зачем поговорить кого говорить а сами раздетые сидят я говорю потому что дома 4 жены слушайте я говорю тебе надо колым платить а здесь 44 здесь 44 их платить не надо они голые сиськами трясут и вы южные жеребцы на наших кобылах пашите здесь засмеялись сидят когда вы говорите мусульмане это не означает что человек если там и родился где-то на Кавказе или где-то там в Средней Азии он и есть такой мусульманин такой ярый этот человек возможно если он себя так ведет он значит ни одной религии не подлежит он не понимает даже что он делает он просто такой же человек а они развратники всех которые общат рулетки а там 85% мусульмане вы сами зайдите вы ужаснете Содом и Гамор а для них это питательная среда они там все пьют едят и ждут голых боб это вы у них спрашиваете мусульмане да это они говорят я им Библию показываю это они говорят не я я показываю Коран о это наша книга зачем ты здесь развратники вас Бог я говорю будет судить есть развратников много и в Средине есть тоже вот у нас например вокруг живут и разные русские и мусульмане так называемые да себя называют но я сказал бы что по соотношению есть и есть очень много пьющих людей курящих людей очень много всяких людей есть аккуратный культурный среди например христианских там соседи есть нормальный есть разные есть вот вы если говорите что якобы это это в вашей общине только могут быть может быть не курят не пьют в вашей общине не курят и не пьют ни грамма ни грамма вы в рот не берете выходите из Барнаул просто людям к людям выходите посмотрите какое соотношение например пьющих или курящих среди например тех же самых мусульманов христиан так называемых вы их будете считать за христиан вот они говорят ну христиане крест даже вот тут вести а он целый день пьет бухает никому пьяниц и царствия Божия не наследует обойли царствия Божия пьяницы не наследует я его считать не буду христианином но я оправдывать не буду а мусульмане не разрешают сказать даже я говорю у тебя вот то-то-то-то они сразу дыбы становятся христианином он подорвал он подорвал он подорвал себя я хочу быть подобным на него а убили детей 50 детей дальше слушайте внимательно он говорит а если мать твоя будет принимать сейчас мужчину какого он поставил зарежу он говорит а если сестра твоя с парнем дружить он поставил маленько зарежу это это не игра какая-то принял христианство его тут же убили христианство из мусульманства перешел к христианам и тут же убивают его это не кто-то пишет а жена министра которая стала в Пакистане я осмелилась назвать его отцом небесным и что с ней там делали сколько обратилось всех убили тут же сколько сейчас их убивают там каждый год 50 тысяч убиваются преследования имеете ввиду христианства христиан гонят мусульмане убивают каждый год минимум 50 тысяч нет это неправда это неправда но вы услышали не услышали смотри наш пророк жил вокруг его были иудеи христиане всякие люди ну в общем я вам сказал вы не торопитесь отвечать выступает патриарх Алексей послание где-то мы получаем оттуда журналы зачем вы спорите-то я сказал вам сущую истину а вот мы были в Баку в доме Мулы ночевали какие они грамотные а она мы переписывались с нею 4 языка знает а он на 6 языках говорит Мула Игнатьев вот когда когда Америка сбрасывала атомную бомбу на Японию он же не мусульманин правильно сразу там 100 или 200 тысяч человек за один раз убил или там гитлер там воевал это война это война идет они начали первые японцы они там убили сколько американских вот вы когда называете такие цифры 50 человек или 50 тысяч это сравнением там с какими-то миллионами людей это вообще ничего я здесь сейчас не говорю что все христиане львицы туда-сюда вы так трактуйте вы так преподносите людям слушателям своим зрителям как будто это самое так скажите в Беслане минутку в Беслане кто захватил детей поубивали кто буддисты цыгане ну что он говорит когда постреляли а теперь сидят пожизненный срок дают кто в Норд-Ост кто в Буденовске захватил кто взрывы делает в Германии в Испании во Франции кто везде всюду 100% мусульмане что защищать я не понимаю кто вот это такой зачем вы ко мне пришли мусульмане не называйте их мусульманами это самая настоящая мусульмане я говорю сейчас две кафедры две кафедры я говорю я вот так смотрю вы все время вот сливаете вот такую информацию неправильную правительству какую неправильную это хотите сейчас оставить в таком свете как будто вы куществе знаете Андрей Кураев пишет мусульманству под подушкой гексоген когда только зародилось это несправедливо это несправедливо вообще изначально нашего разговора я вам сказал что у нас живут целые деревня русских себя называющими молокальными там разница нет для мусульман православных или там он бапис или он там кто для них они все христиане вот посмотрите как они живут я говорю о взрывах взрывах захвате заложников ну что вы говорите то ну когда все до одного мусульмане детей захватили в школе сколько побили Беслан возьмите я там был я там был эти обезбашенные люди эээ не торопись не торопись Басаев тебе голову или Джохар Дудаев отрезал бы за это смотрите они Джохар или там Басаев вы их вот называете как будто они такие праведные мусульмане которые что они делали что творили это конечно же и они получили свои как бы эти к этому награды или они сами будут отвечать за себя я тоже вам могу принести вот привел несколько этих которые одну только войну мировую вторую мировую войну я не знаю там сколько 50 миллионов что людей положили где почему 50 миллионов не видите а потом назвать какие-то там террористы или кто-то там где подождите вы про что говорите какие 50 миллионов где я не слышал сколько 20 миллионов только из советского союза из остальных европейских стран 28 советский союз заплатил 28 миллионов 28 а там конечно меньше много 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 у нас в армию идут люди оружие не берут присягу не принимают не принимают они идут по альтернативной там за больными ухаживать или где-то мы против мусульман ни одного выстрела никогда не сделаем а почему вы считаете что они по вам будут стрелять якобы я не сказал этого нас пугали когда мы поехали в миссионерской поездке нам говорили не ездите там только голову режут а когда мы приехали нас везде принимали мусульмане как родных братьев они в магазин заводят и нам все заводят и все дают там нельзя верить и не надо распространять такую чушь как будто я не знаю я не чушь говорю а то что есть абсолютно если боитесь не хотите так давайте расставаться так все до свидания с Богом всего хорошего с Богом